Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем проходить Хастл Кастл. Что тут на меня была атака? Мы победили. Плюс 23 пвп очков получили. Ладно, это мы как-нибудь переживем. Так, дайте-ка я уберу здесь звуки лишние, чтобы меня не нервировали. И смотрю, у меня бойцы получают 53 и 54 уровень. Замечательно. Так, манна, деньги, яблоки. Сколько тут осталось? 24 минуты, ребята, и у меня будет готова, как там ее звать, магическая мастерская. Повара. О, 20 уровень получил. Хорошо, алхимики. 7 и 10 уровень. Ладно, дрова забираем. Здесь забираем улыбочки. Плотник 14 уровня. Казначеи 12 и 15. Так, ну что же. Все, в принципе, пока нормально. Здесь еще будет 2 дня, 8 часов готовиться. Хорошо. Броня будет готова через 2 часа. 2,5 даже. Так, ну что же. Спасибо вам, ребята, за подарки. Огромнейшее просто спасибо. Сейчас мы будем их открывать, но перед этим я вам отправлю. Ну что, запускаем рулетку нашу. Оп. И первый у нас кто? Женька. Ну-ка, Женя. Ну что такое? Вот почему при первой моей попытке отправить... Так, вот здесь, по-моему, Женька, да? При первой попытке отправить не получается ничего. Надо именно второй раз нажать. Бред какой-то. Так, Саня, лови тоже. Поехали далее. Опять Санек у нас. Что-то слишком много, Сашек. Резван. Отличненько, Резванчик получил. Подарочек. Так, Никитка. Держи, Никитос. Потом кто у нас идет? Олег Афанасьев. Держи, Олег. Так, здесь у нас Петров Васечкин. Назывался-то прям как из фильма «Приключения Петрова и Васечкина». А здесь у нас Артем. Держи, Артемка. И все, да, получается у нас. Так, опять Никита. И последний у нас будет король. Это Костя Панда. Так, забираю я этот сундук. Все, ребятушки. Совесть моя чиста. Шесть подарков я от вас получил. Так, это у меня было нападение тут на меня. И смотрите, ребята. Все фиолетовые практически. Только вот один в желтом. И я выстоял. Давайте глянем, как это приблизительно было. Хочу просто посмотреть. Так, отлично. Смотрите, как оно все происходит. Мы держимся молодцом. Мои маги тут атакуют. Все, воин упал. И дальше идет просто расстрел магов. И я так понял, Ресальщика у него не было. Да, печалька. Это было для него, конечно, необдуманным ходом. Напасть на замок без Реса. Так, ну что, есть у нас орки или нету? О, ребята, вот это зашибись. Есть орки. Но я вам сразу скажу, что бой будет очень жесткий. Я даже, возможно, проиграю. Так, понеслась. Ёлки-палки. Какие они теперь стали мощнявые. Вы посмотрите, а. Просто разбирают. Ну, тут пока нормально. А давай, Ресай. Молодец. Молодец, красава. Хорошо ты сделала. Давай этого добивай мне. Все, все четко. Сейчас мы поставим их отхиливаться. Да, тут уже с орками. Так просто не повоюешь. Аркофон не устроишь. Идите, лечитесь. Потому что у них мощи подстраиваются под твои. И не получится, как говорится, прохалявничать. Так, что-то как-то без музыки скучно, мне кажется. Ну, вот так вот пускай будет. Хотя, ни хрена, блин. Слишком. Жалко, здесь нет бегунка, чтобы можно было уменьшить или увеличить звук. Он просто перебивает мне голос. Так, ладно. Семь сундуков. Давайте, ребят, наверное, начнем с вами открывать пока потихонечку. И что у нас здесь выпадет? Ресурсы. Ладно, хорошо, я не привередом. Меня сейчас вполне это устраивает. Тоже ресурсики. Далее. Ресурсы. Что ж такое? Одни ресурсы. Кстати, сейчас с дропом, ребята, я заметил, намного хуже обстоят дела. Очень редко стали выпадать шмотки. Или опять я какой-то не фартовый. Так, ну а с этого тоже. Ну, с этого-то хоть дадите что-нибудь, а? Вот, дали печатку мне. Да, на 24 уровень для казначея. Ну, как видели, у меня только не 20 уровня. Так, что еще долго придется ждать. Ладно. Все, вроде бы мои вылечились. Давайте их отправлять обратно в компашку. И пойдем дальше орков бомбить. Все, да? Вроде бы пока здесь ничего. По деньгам у меня миллион уже есть. Дерево 665 тысяч. И что мы можем с вами приблизительно накопить на ближайшее время? Только колодец маны. Я смотрю за миллион 800. Нет, конечно, можно на арсенал. За два ляма. Магическая лаборатория и мастерская брони. Я склоняюсь вот к мастерской брони. И колодец маны. Что-то между ними. А в идеале, конечно, бы хотелось бы монетный двор или ремесленный цех. Хотя ремесленный цех навряд ли. Точнее, вот тренировочную бойцов было бы неплохо. Но по дереву я, по-моему, не прохожу. Еще надо будет тапать деревяшку эту. Ладно, мы потом это все посмотрим. А сейчас пойдемте дальше бомбить этих орков. Тут у нас их полно. Так что... Есть над чем повеселиться нам. Вот смотрите, да? Орг-воин. Он сейчас в данный момент дерется практически наравне. Как будто это реальный игрок. То бишь, мощей у него хватает противостоять мне. И, в принципе, это хорошо. А когда откроются, ребята, порталы, я даже боюсь представить, что там будет. Какие там будут у нас мобы. Всякие там уроды, чудовища, которые нас будут просто рвать. Так, а сколько вам, ребята, здесь еще улучшаться, а? Да нет, не это я хотел. Так. Да ну нафиг, не то совсем. Давай так, приблизим. Да иди ты. Почти восемь часов им еще тренироваться до следующего уровня. Мне нужен 55-й. Да. Ну ладно, ближе к вечеру мы с этим делом разберемся. Так, давайте очер... Погоди, погоди, погоди. Куда? Какое очередное вторжение? Я же своих еще этих братков не забрал. Ха-ха. Разогнался. Сейчас бы побежал. Так, ребят, давайте возвращайтесь сюда обратно. Вы уже здоровенькие, целенькие. Все нормально. Да, пускай вас не смущает то, что у меня маги находятся вот в таких вот балахомах. Но, как видите, в этом обновлении у нас магическая броня. А тем более, если она редкая. А у меня... Ну, здесь не обычная. Как видите, сфера у него вообще эпическая. Дает большое преимущество по сравнению с обычным оружием. Даже если оно намного сильнее по атаке. Ну что же, давайте следующих орков. Так, давай-ка, родной, иди сюда. Ну, здесь 67 тысяч мощей. В принципе, не такие уже они и сильные. И кинжальчики все-таки хорошо, что я те не разбил. Синие я их дал своему дагричку. Он теперь вроде как более-менее воюет. Ну, так, не чтобы ас был, но держит марку. Держит, и это хорошо. А вот маги, конечно, все равно у меня также остались ватненькими. И падают штабелями при отличнейшей атаке. Так, ладно, давайте лечить. Теперь приходится, да, каждый раз отправлять после боя их на отличку. Еще один плюс, конечно же, в том, что они стали намного быстрее лечиться. И это хорошо. Не так много времени на это все уходит. Эти ребята у меня полностью прокачались. Я смотрю, да. 20-й. Подожди, какой 20-й? Они у меня дровосеки. 14-й и 14-й. Да, их можно было бы, в принципе, куда-то в другое место отправить. Смотри, у меня здесь алхимик 14-го уровня. Так? 20-й, 17-й, 20-й. И 14-й. А какого лешего он здесь вообще здесь сделает? Без всего, а? Ну-ка, давайте-ка вот так вот сделаем. Пускай идет сюда. И мы сейчас вот эту барышню. Естественно, мы ее оденем. Так, где у меня для нее хороший балахом? Вот, 525 неплохо. И надо ей что-то теперь из ряда алхимии в руки дать. 23-й не подходит. 22-й тоже мимо. 460. Давайте наденем, посмотрим. Ага, это даже лучше. Ну, давайте вот так вот сделаем. И колечко на 11-й уровень. Блин, слабенькое, конечно. 360. Сейчас мы посмотрим у этой... А, не у этой, у этого. Мужичка, что у него в руках находится. У него на 350. Снимай. И 390. Вот так вот мы сделаем. А этой красотке все это наденем обратно. Так, где-то тут колечко было, да? А, нет, нет, нет. Кольцо это слабее получается. Хорошо, ну, амулетик вроде бы... Нет, вы посмотрите, и амулет слабый. В общем, моя девчонка нормально сейчас одета. 1470. Она будет давать в час. Манны отправляем ее в алхимический трон, так скажем. На колодец маны. Ну, а этот пускай здесь у нас занимается дальше. Изучает плотническое дело. Так, ну что, воины мои отхилились. Давайте их возвращать обратно на место. Так, давай пухлый. Хорош что-то уже выделываться. Так, деньги, 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 дребеденьги. Все это, конечно, хорошо, но мало. Мне еще нужно 800 тысяч. Ну, грубо говоря, 730. О, да. Какой, блин, 730? Ну да, 730, если нам нужно 1 800 000. Так, ладушки, давайте следующего будем бомбить. У них 63 тысяч мощей, но дерутся, как я вам говорил, довольно хорошо. Вот, смотрите. Хотя здесь маги, это ерунда. Сейчас они тут все лягут. Вот, если бы здесь были воины, бойцы, тогда, да, было бы жарко. Все, мы с ними разобрались. Не буду я, ребята, открывать сейчас сундук. Давайте мы с вами накопим, наверное, сундучка 3-4 и сразу с копом их всех вскроем, посмотрим. Пускай они пока у нас лечатся. Ну, а мы тем временем просто глянем с вами на карте, какие у нас есть ребята здесь. 46 тысяч. Это слабенький, никуда не годится. Сафер 86 тысяч. 45 тысяч золотых. И, в принципе, да, мы сейчас с вами на него и нападем. Уж больно мне деньги нужны. Тут 48 тысяч слабак. Тут здесь давайте глянем. Эдос. Тоже нехти. Так, ну, этот вроде бы нормально, Вольф. И посмотрим. 82 тысячи. Причем, у них у всех почему-то еще по 4 война. Неужели я так отстал? Ну, или это уже какие-то новенькие ребята, которые стали недавно играть? Ну, хотя они уже в Фиоле. Черт его знает. Да, для нас, в принципе-то это и не важно. Для нас важны сейчас, ребята, деньги. Деньги, деньги, еще раз деньги. Потому что нам надо с вами расти, увеличивать быстрее, как можно все. Потому что скоро вообще выйдет глобальное обновление, где все очень круто поменяется. И там уже некогда будет тут сопли, как говорится, жевать. А надо будет просто действовать. Давайте рискнем напасть. Посмотрим, сможем ли мы против 50 тысяч мощей выстоять. Два война, смотрите. У-у-у-у. Че-то как-то нежданчик, ребята. Вы посмотрите. Уж больно вяло все здесь прошло. Практически без царапинки. Так что это, грубо говоря, халявные сейчас были деньги. Нам это плюс. Так, давай-ка, родной, подлечись маленько. И сейчас мы с вами пойдем уже бомбить орков. Так, осталось чутка. Улыбочки заберем. Так, и здесь 11 минут. Может быть, мы даже с вами, ребята, дождемся этого времени. Когда у нас прапается. Я сейчас, еще раз хочу напомнить, дерусь без магии. Магии у меня нету. Поэтому это все мне намного усложняет здесь жизнь. И в бои, и все так далее, и тому подобное. Так, ладно, отправляемся на следующих вражин. Где они? Вот. Так, какая локация пройдена? Это вообще слабенький. 54 тысячи мощей. Сейчас мы их завалим. Опять же тут маг и два лучника. Вы посмотрите, как лучники в данный момент бомбят. Вот, в мага стреляют. Очень довольно жестко. Даже убили. Я вот думаю, может быть, мне все-таки вместо одного фонда мага взять себе лукаря. Лук у меня есть, достаточно хороший. Если я не разбил его. Сейчас, кстати, мы с вами можем и глянуть. Так, давайте-ка посмотрим. Лук-лук. Так, 54 уровень. Вот, арбалетик. Довольно неплохой, да? Но процентов на 10 урон врагу. Да, над этим мы уже ржались с одним из моих подписчиков, что как так? Я тоже сам думаю, как это так? Ну, видимо, если я его поставлю в воину, у которого будет броня, там, я не знаю, с какими-то определенными статами, этот параметр повысится. Кладушки. Все, они отхилились. Давайте идти дальше бить орков. Разбивать. Вот, следующий красавчик у нас на подходе. Но этот уже будет посильнее. Поехали. Тут воин, маг и лучник. Вы посмотрите, лучник почему-то вот в данный момент... А, нет, он стреляет в воина. Но он почему-то периодически может переключиться именно на мага. Не знаю, как у них это получается. Мы почему-то этого сделать не можем. У нас всегда акцент идет на воина, который на нас идет в первую очередь. Только после того, как мы его убьем, можем переключиться на задние ряды. Ой, простите. Поперхнулся. Ну вот. Ладно, сейчас они у меня отхилятся. И мы продолжим с вами бой. Орков там осталось, по-моему, если не ошибаюсь, у нас 4 штуки, да? 2 и 2, да, 4. Усложнили, конечно, здесь они намного игру. Поэтому, по мне, так лично, это даже хорошо. И какой-то сделали баланс между слабыми игроками и сильными. То бишь, не так уже все просто. Так, давайте очередные орки. В бой, ребята, в бой. Ну, здесь мы их должны разбить. Вот смотрите, какой крепенький, а. Вот стоит гаденый же, блин. Его бомбят все. Я, маги. И у него там по чуть-чуть отнимается. Вот как вот, вот как лучник сейчас в данный момент мог переключиться на мою магичку, не убив меня? Вопрос, да? Ну что же, уже 4 сундука у нас. Давай-ка возвращайся. И мы будем с вами вскрывать. Ресурсы. А здесь у нас что? О, вот это уже что-то новенькое. Ну, слабенькое, слабенькое, конечно, это сферка. Печатка. На 23 уровень, понятно, для казначей. Рано мне ее еще носить. И ресурсы. Блин, вот они не жадничают на кольца, печатки, там всякие топорики. А на что-нибудь хорошее, типа шмота оружия, у них почему-то гложет где-то там внутри, дать мне. Ну, так правильно. Теперь у нас, я думаю, здесь будет рулить все-таки крафт. Будем вырастать за счет изготовления. Но оно, в принципе, тоже не очень дешево и стоит. Что по кристаллам, что по времени. Так, давайте возвращаем. Блин, у меня манны столько. Ее некуда уже тратить. Мне нужно быстрее, чтобы сделалось это здание. И клепать, клепать, клепать. Без остановки магические заклинания. Так, ну что. Давайте еще раз разобьем Оручью Орду. Такой, знаете, заторможенный аркофон. С постоянными перекурами и с подхилами. Все, отлично. Они у меня легли. Этот сейчас тоже тут разложится. Отлично. Сундучок у нас. И осталось еще два. В результате еще три у нас в общей сумме получается. Так, ну что же. Давай, мой вояка, иди лечись. Эти две барышни у меня беременны и ходят. Уже фиг его знает сколько. Так нельзя делать. Надо улучшать жилую комнату. А что нужно для нее? Полтора миллиона. Ага, вот это вот. Что за слитки? Я не могу понять, где их взять. У меня же вроде бы такого здания даже нету, да? А, нет, есть. Подожди. Ну да, вот, литейное. Ну, необходимый девятый уровень тронного зала. А чтобы мне сделать тронный зал, нужно... Так, миллион триста двадцать дерева и три двести золотых. Три миллиона двести тысяч. Да, довольно хорошие такие суммы. Ничего не скажешь. И два последних хорка у нас в данный момент осталось. Давайте их по-быльникам сейчас расколупаем. Вскроем сундуки. Попробуем сходить с вами еще на какого-нибудь персонажа. Разбомбить его. Так, отлично, этот упал. Маг. Маг тоже. Маг тоже. Упал я вообще-то. Но маг тоже ляжет, естественно, вместе со своим лучником. Все, шикарно. Давайте возвращаться. Тут надо уже будет на отхил ставить и воина, и девочку мага. Так, отлично. Здесь мы все забрали. Один у нас еще сундук будет сейчас в запасе. Тут осталось почти пять минут ждать. Я думаю, мы, ребята, этого дела дождемся и посмотрим. А здесь два часа. Да, два часа. Я надеюсь, что-нибудь да хорошее все-таки скрафтится. А не эти тряпки, которых я сейчас в данный момент бегаю. Да, раньше когда-то орал, дайте мне фиол. Сейчас от фиола, грубо говоря, даже толку никакого. Ну что, последний вор. Давайте его разбивать. Ух ты, а этот уже такой. Смотрите-ка, сколько у него отряд. И 98 тысяч мощей. Причем два воина. Думаю, здесь они меня сейчас положат. Ну-ну-ну, давайте. Блин, маги. Отлично. Отлично сработано. Ну, резайте, резайте вы воина моего. Ё-моё, ну. Да что вы тут? Да ну нафиг. Да. Вот это финиш, ребята. Вот о чем я вам говорил. И вот как его бомбить без магии? Никак. Ладно, давайте вскрывать сундук. Так, ресурсы выпали. А здесь что? Так, хорошо. На 19 уровне 535. Это у нас для алхимика. Давайте-ка с вами глянем наших ребят. Так, где у меня тут ожерелье, плюшки всякие? Вот она новая. Значит, 535. Ну что же, надеваем, естественно. Ну и вроде бы как все, да? На этом можно, в принципе, и закругляться. Хотя, подожди, какой закругля... Нет. Ладно, ребят, давайте немножечко попозже с вами встретимся. И, как говорится, продолжим игру. Всем привет. Ну что, ребята, вот время пролетело. И пора продолжать играть в Хастл Кастл. Давайте посмотрим, что тут на меня. Алекс какой-то нападал. Ну да ладно. Победа главная за мной. В общем, сейчас мы с вами будем смотреть. Здесь у меня должен быть что? Доспех готовый. Давайте смотреть, что тут у нас выпадет. Латы, герой, забрать. Ладно, сейчас мы посмотрим, что это за латы такие вышли. Но для начала мы соберем яблоки. Алхимики у меня выросли. Еще на уровень. За это время. Так, замечательно. Дровишки. Плотник там третьего уровня. Вообще нищеборот, грубо говоря. И все, что ли? Больше ничего нету? Пхе. Я-то думал. Но зато, я смотрю, вы мне выслали три подарочка. Спасибо, ребята. И еще раз. Не устану это повторять. Я получил. Потом мы их вскроем. А, ну это было нападение. Причем, смотрите. Ну, у него были шансы. Можно, в принципе, и глянуть, наверное, да? Давайте-ка просто посмотрим. И я хочу просто по-быренькому глянуть, как это все было. Так, отлично. У него два воина. Вы посмотрите, да? Против меня. Ну, и еще раз вам повторюсь, ребята, что все-таки в замке теперь намного спокойнее отражать вот эти вот нападения. Да, довольно неплохо все у меня выходит здесь. И все. А маги просто вата. Даже и не почувствовал, как я их разобрал. Замечательно. Так, ладно. Домой, что ли? Да, домой. И тем более у нас тут три сундучка, плюс еще какой-то прогресс. А что у нас за прогресс? Завершено. Золото. Ага, понятно. Итого четыре сундука. Хорошо. А этим ребятам сколько еще до уровня? Давай. Погоди. Ой, сорок три, сорок четыре минуты. Это практически вообще ничего. И скоро у меня в мои ряды вступит еще один сорок... Ой, сорок пятый. Пятьдесят пятый уровень солдатик. Ладно, давайте посмотрим, что у нас выпадет из сундуков. Давай, поехал первый. И он, как всегда, у нас с ресурсами. Ладно, теперь глянем второй. Второй. Я уже думал, опять там что-то с серваком, а? Третий. Ну, давай, открывайся. Что ты ломаешься-то? Хе-хе. Цубака, а? Ну, и еще один. Ну, на повара. Семнадцатого уровня. Так, девятьсот двадцать. Ребята, надо запомнить. Девятьсот двадцать. Семнадцатый уровень. Где мои... Да почему камера все время приближается? Так, вот мои повара. Семнадцатый уровень. Значит, девятьсот двадцать, да? Так, слабенькая. Слабенькая. А, тут четырнадцатого уровня. Даже смотреть не буду. Какого лешего у меня вот эти вот нищеброды делают, а? Седьмого и восьмого уровня. Я не понимаю просто-напросто. У меня же вроде как в кулинарке довольно серьезно сидят люди. Так, ну-ка давай. Хорош, чтобы дурковать. Нафиг мне это надо. Седьмой, восьмый уровень. Это вообще, извините меня. Что за... Извините, бред. Так, тебя сюда, значит. Там еще. Так, подождите. Она же у меня тоже двадцатого? Да. Значит, ее тоже сюда перемещаем. И находим еще слабенького... Слабое звено, короче. Это у нас Глеб. Где же этот Глеб? Вот он, походу, дело. Все. Сейчас мы будем делать по-жесткому. Нафиг. Снимай все это к чертовой бабушке. Не позорь меня, блин. На кухне. Ё-пок. Это я тебе говорю как шеф-повар. Первой категории, блин. Так, иди. Вот теперь вот можешь идти спокойно качаться. Так, и ты тоже, Глеб. Че ты радуешься-то? Тоже снимай давай с себя весь этот балахом. Не позорь меня. И тоже иди... Так, вот этот же, по-моему, Глеб. Тоже иди дальше развивайся. Ну, ребята, а вы дождались своего, так сказать, пика. Так, здесь у нас слабенько. Не прокатит. Колечко-то, надеюсь... Погоди-ка, хотя... Вот. Вот оно, ребята. Вот это уже другой разговор. И колечко у нас на 870. Хотя лучше вот это наденем, да? Так, и теперь осталось ему надеть форму. Форма, форма где-то у нас 920. Это, по-моему, самое сильное на данный момент. И надо ему еще одеть что-то дополнительное. Что у нас там у поваров-то идет? Ага, вот. 900. Наверное, мощное самое, да? Тут не то. Это не то. Не то все. И посмотрим, сколько он. Ёлки-палки. Почти 4000 в час дает мне яблок. Ну что же, родная, давай теперь тебя мы посмотрим. Начнем с колец. Так, колечки, значит. Ну-ка. О, да у тебя неплохое кольцо стоит. Да, на-ка. Ну, а амулет? Да и амулет тоже нехилый. Ха, какого лешего ты у меня там, интересно, тогда стояла? И костюмчик-то на тебе шикарный вроде бы, да? Ну-ка, давай. Да, действительно. Искалочка. Не пойму, а какого лешего она у меня тогда там делала? Да раскачивалась, что ли? Ну, костюмчик на ней не отображен, потому что она у меня беременная. Так что давай, иди сюда. Сколько, кстати, ты яблочек-то мне даешь? Дай-ка гляну тебя, родная. Да иди ты. Т-4 тысячи. Неплохо, ребята. А эти там нищеброды вообще копейки мне выдавали, наверное, по тысяче максимум. Кстати, да, наконец-то у меня сделалось это здание. Ну-ка, ребята, давайте-ка посмотрим, что я могу приготовить. Ух ты, а это что означает? Огненный шар поражает врагов, нанося всем оказавшимся в зоде взрыва 3,5 тысячи урона. Фу, а фаербол у меня сколько наносит? Ага, 8 тысяч на одного. Фака, заманчиво. Но я сделаю, наверное, вот так вот. Мне нужно 2 льва, 2 брони обязательно. Хрен с ним, давайте одну сделаем, потом посмотрим, что она из себя представляет. Фаербол, я думаю. И еще 3 могу сделать. Так, 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 что сделать-то? И третьего. Давайте заморозочку одну возьмем. И одного лучника. И одну скорость. Все, думаю, так будет хорошо. Так, замечательно. А улучшать, я так понимаю, это надо вот здесь уже. Да, но это надо прокачивать. Мы этим сейчас не будем заниматься, хотя у нас денег 1,373,000. Ну, довольно неплохая сумма. По крайней мере, у меня стало хоть куда-то уходить манно. На заклинание. Так, и что же я хотел сделать-то, ребята? Чего суть-то здесь? Ну-ка посмотрим, давайте-ка, игроков. На кого можно здесь напасть? 97 тысяч золотых. Как думаете, завалю или нет? Пока не узнаем, пока не проверим, не узнаем. Понеслась, родная. Ну-ка, 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 пока вроде бы, черт подери. Нет-нет, все равно разносят моего этого... Ать, ну и он упал. Хотя отхил у него идет побольше, чем у моего. Блин, да как так вот? Ладно, ребята, короче, сейчас я делаю, блин, жестко. Я сейчас хочу поставить лучника. Да-да-да, вы не ослышались. Я буду сейчас делать из одного мага какого-то лучника. Надо только определиться, какого. Давайте посмотрим для начала хотя бы, что у нас есть за лук. Вот арбалет есть, да? Арбалет и есть у нас лук. Я даже не знаю, как так сделать-то получше. Ну-ка, этот у нас 1065, это 934. Для пробы, например, мы возьмем... Слушайте, нам, ну, ресторчик нам нужен. Хотя я вот смотрю... Нет, все-таки есть от него толк. Он резает, и все должно быть пучком. Что ты у меня здесь себе представляешь? По области ты у меня бьешь. Вот мы из тебя как раз сейчас сделаем, наверное, арбалетчика. Ну-ка, надень вот этот вот арбалет. Надень-ка, наверное, вот... Подожди, это максималка у меня? Ну, как сейчас глянем? У меня, по-моему, лучшей нету, да. Так, погоди, хотя мы можем... Да, лучшей... Слушай, смотри, поэтому меньше, но по урону получается больше. Нет, я оставлю, наверное, все-таки вот этот на 53 уровень ей. Но единственная загвоздка в чем? Что ей нужно ставить кольца на крит, по идее. У ворот нам не нужен. Броня магическая нам тоже не нужна. Здоровье тоже не надо. Вот или урон, или у ворот. Ну, ворот не нужен. Наверное, скорее всего, урон, да? Это кольцо. Хотя, подожди, у нас урон-то... Ну, у нас и так, но урон стоит. Че я мозги-то себе пудрю? Ладно, оставим тогда вот так. Это будет у нас сейчас, ребята, пробный-пробный заход. Не забывайте. Это буду смотреть, что из себя вообще представляет... Арбалетчик, лучник... После обновления уже. Так, давай-давай, быстренько отхиливайся. И мы пойдем. А кто у меня вообще маги? Так, этот у меня хил. Так, ладно, это хорошо. Ты у меня, по-моему, тоже хил. Да. И это арбалетчик. Это рессальщик у меня. Рессает, воскрешатель. И тоже хил. У меня, в общем, ребята, три хила. Один рез и... Два хила, один рез. Воин и... Арбалетчик. Может быть, вот этому парнишке... Так, а что если мы так поставим? Нет, 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 нет. Конечно же нет. А если, например, меч? Да ну и меч тоже. Все слабое. Мои финки должны жечь. Будь здоров, как говорится. А-а-а! Ребята, погодите. У меня же броня. Я что, туплю-то? У меня же сделалась где-то здесь бронька. Да-да-да-да-да. Так. Вот эта, что ли? Да нет, нафиг. Она же должна быть синяя у меня. Быть. Да как у ли, что вся броня-то перемешалась? Так, давайте. Погоди, я не врубился. У меня сделалась бронька. Так? Так. Я же ее забрал? Я ее забрал. А где же она тогда? Я что-то не догоняю. Там же вроде как обычно вылезла, да? Точнее, должна выйти редкая. Но я ее почему-то не вижу. Или я вообще уже окосел, блин, от этого пива. Или я действительно ее не вижу. А, вот она. Так, смотрим, ребята. При получении урона есть шанс 22% увеличить свою магическую броню на 35% действовать в 10 секунд. Так, ну ладно. 39 уровень. Ну, давайте сравним, какая она мне сейчас стоит на бойце. Так. Иди сюда, красавец. Вот броню мы переключаем. И сравниваем. Так, вот она. Слушайте, да она даже... Елки-палки. Она даже лучше фиола. 55 уровня. Естественно, есть смысл ставить. Конечно, ребята, вы что? Блин, офигеть. Ну, сейчас-то я должен дать жару, а? Как вы думаете? Ну-ка, возвращаемся, ребятушки. Возвращаемся. Так, слушайте, есть тогда смысл еще поставить на крафт? У нас тут два дня будет еще готовиться. Да ну нафиг. Давайте сделать еще броню. Но, наверное, блин, для магов там дофига. А воин у меня только один. У-ху-ху, что мы будем делать? 37-46. Ха-ха-ха, черт тебя подери. Заманчиво как никогда. Или все-таки потерпеть? Сколько надо, чтобы ее улучшить? Два лямзика. Нет, давайте пока мы не будем. Немножечко все-таки потерпим. Там два дня. Хотя было бы неплохо, если бы у меня магия. Вот этот фиол бы я бы с удовольствием заменил на какой-нибудь шмот редкий. А у меня его нету. Так, здесь... 20 процентов. Блин, знать бы сколько это по соотношению. Вот эти вот 20 процентов. Дофига это или слабо. Так, а здесь смотрите-ка. Оп-оп-опа. Да, я надену эту броню. 46 уровня. Пускай на ней ходит. Ну что же. Продолжаем. У меня все в отряде. Все в отряде целенькие. Все здоровенькие. И... Кто у нас тут? Слабак. Ну, слабак я в плане денег. Мало денежек у него. Так бы... Ох ты, 198 тысяч. И... Так, ребят, смотрите. 90 тысяч мощей. Давайте глянем, что он тут вообще сяп. Опа, на дубинка-то. Нехилая. Ножечки тоже великолепные. Бронька солидная. Блин, смотри-ка. Ну, это лохмандей. Маги у него не айс. Восстанавливается юзенького. Ну, в принципе, так себе. Но у него все-таки... Хрен его знает. Рискнуть, не рискнуть, а? У нас яблок дофига, ребята. Давайте попробуем. Я рискну все-таки. Посмотрим, что у меня вообще этот арбалетчик-лучник из себя представлять будет сейчас в данный момент. Да бей ты, в конце концов. А, елки-палки, у меня магии-то нету. Ха-ха, губежки раскатил. Но было бы хорошо, если бы у меня была магия. Я бы сейчас пару фаербольщиков бы засандалил. У меня уже один маг валяется. Черт бы его побрал. Второй упал. Тихо-тихо, держимся, держимся, ребята. Ну, давай, добивай, добивай, добивай. Есть! Есть 200 кусков, ребята. Я снимаю с него. Ха-ха-ха. Солидный куш. Очень даже хороший. Ну что же, я даже не знаю, на кого здесь винить, я хотел сказать. Кого здесь радовать. Ну, сыграла команда в общей сложности великолепно. Хотя, вот я как-то немножко расстроен насчет Реса. По-моему, раньше до обновления они Ресались как-то более-менее быстрее. Здесь все-таки они больше валяются у меня дохлыми, чем живыми. Ладно, хорошо, мы это пропустим. И сейчас еще разочек один бой, ребята, с вами сделаем. Так, что у меня эти ребята себя вообще представляют? Я уже и забыл. Так, 55-й скоро получат, а буквально через полчаса. И здесь 54-й, тоже через полчаса. И я даже знаю, кто у меня следующий пойдет на раскачку. Это будет у меня. Кто же это у меня будет-то? Ха-ха. Вот, вот эта дамочка, нет. Вот эта дамочка, наверное, а потом уже вот этот маг. Хотя, может быть, и наоборот маг. Но главное, что кто-то из них пойдет и будет дальше набивать себе уровень. И, кстати, 55-й, по-моему, это предел же у меня, да? Если я не ошибаюсь. Да, предел. Мне надо развиваться дальше. А для этого надо... Что мне для этого надо? Для этого мне надо развивать тронный зал, по-моему. Да. Так, значит, я тут у меня уровень получил. Ну что, ребята, у меня отхилились. Давайте их возвращать обратно. Идите, красавцы мои. И пойдемте с вами еще разочек на кого-нибудь. Так, 48 тысяч у него. У этого 14 вообще мало. И 22. Ну, так дело не пойдет, ребята. Так, только что я их смотрел. Нафиг. Ух ты, 196 тысяч. Давайте разведаем. Слушайте, а я, может быть... Чего? Ну-ка, дайте я гляну. Так, неплохо, довольно неплохо. Синяя это редкая. Итого... Ну, у него трое. Если он в игре, то мы должны его завалить. Попробуем сейчас в данный момент. Что у нас из этого выйдет? А, они причем все три мага. Ладно. Смотрим, что у нас получается. Так, один упал. Ну, они его резают. Так, они сейчас его опять резнут, да? Если успеют, конечно. Но, к сожалению, не успевают, ребята. И мы разбиваем, получаем 200 штук. Слушайте, я, по-моему, такими темпами сейчас и 2 ляма наберу. О-о-о! Сколько мне там остается-то всего лишь? Еще 300 тысяч, да? 300 тысяч. Ну-ка, давайте... Подождите, мне отхиливаться надо кому-нибудь? Да, отправим тебя на отхил. 300 лямов, ребята. Да смотрел я этих. Все время ты меня на него перекидываешь. 64 тысячи, это мало. Здесь у нас сколько получается? 67. 48. Тоже не очень. 99. Ну-ка, давай-ка на разведочку. Ага. Так, 67. Ой, какой? Не-не-не-не-не-не, подожди, подожди, елки-палки. Чуть было не рванул уже в бой. Конечно же, мне надо забрать моего основного пилотника. Иди сюда. Хорош там шоркаться. Магия, магия. Через 18 минут у меня будет готова. Но я, видимо, не дождусь ее. И пойду. Так. Фух. 103 против 67 тысяч. Поехали. Смотрим, ребята, что получается у нас. Это... Это что такое? Он, видимо, забыл одеть своего воина. Какая-то подстава получается у него. Но, тем не менее, за 100 тысяч спасибо тебе, дракон. Я тебе очень признателен. Все очень шикарно получилось. Итого мне осталось, ребята, 200 кусков. Ого. Слушайте, я, наверное, успею за эту серию это добить. Да? И что мы тогда с вами сможем сделать? Давайте глянем. Мы с вами... Слушайте, магическую лабораторию, мастерская брони. Но, если честно говоря, то мне охота сделать тронный зал. Слушайте, да мы, наверное, на него с вами и будем копить. На тронный зал. Да, я не спорю, что, возможно, мы сейчас с вами 3200 не накопим. И также дерево. Но на следующую серию, я думаю, вполне-вполне. И тронный зал, он у нас будет. Кстати, тронный зал. Сколько ты у меня будешь делаться по времени? Вот, что меня интересует. Ядрить его на корень. 4 дня, ребята. Но зато, зато не забывайте, что он мне ровным счетом ни в чем не будет мешать. То бишь, все постройки у меня будут функционировать. А если я, например, сейчас сделаю вот эту штуку, я здесь уже не смогу ничего апать. Хотя апаю я всего лишь один раз здесь магию. Так, ладно, разусоливаться. Давай, газуй назад. Мы выбираем опять очередного человечка. 92 тысячи. Это еще соточка. Да, естественно, за 67 тысяч мощей мы должны его разбомбить. Хотя у него два воина. Так, арбалетчик мой там строчит. Довольно неплохо, я смотрю. Упали. Маги сейчас тоже упадут. Да, и у него тоже арбалетчик. Вот, кстати, вам и показатель, ребята, что арбалетчики вроде бы как потихоньку возвращаются в свою стезю. Раньше от них отказывались. Но, наверное, вскоре здесь все это поменяется. Так, я даже выполнил какой-то прогресс. Ух ты, синий сундук я получаю. Ху-ху, меня это радует. Ладно, давайте этих ребят на отхи... Что? Вы собира... Нет, я никого не собираюсь. Видимо, я просто немножко не туда нажал. Иди лечись. Ты у меня тоже иди лечись. Ты подлечись тоже маленечко. Откроем с вами сундук, глянем, что из него у нас выпадет. И? Так, магическая броня. Фиолетовая, обычная, беспонтовая. Блин, как все-таки резко игра поменялась. Раньше я этот фиолет жаждал, а сейчас он уже беспонтовый. Да. Ну что же, нам буквально осталось... Осталась одна боевка. 64. Давайте глянем вот этих вот ребят. Алексис 43. Тут 32. Да, давайте, наверное, вот этого мы разобьем. Если разобьем, сейчас глянем, сколько у него там чего. 96 тысяч. Слушайте, я думаю, что, наверное, есть. Хотя... Оу, вау. 1600. Неплохо. Довольно неплохо. Воскрешает союзника. 12 тысяч. Отлично. Оу. Как у меня финки-то, елки-палки. И тут я немножко в замешательстве, ребята. Но хотя, знаете... Блин, нет. Я не буду рисковать. У меня нету этой магии. С магией бы я пошел бы на него легко. На ускорении, там, на броне я бы его разорвал, как тузи-грелку. Но сейчас совсем немножко другая ситуация. И мне нужно... Давайте вот Рафаэля мы с вами посмотрим. Ой, 52 тысячи даже... Даже не буду заморачиваться. Просто разорву его. И все. Заберу деньги. Два лимона у меня будет. И, наверное, скорее всего, завтра мы с вами добьем. Заработаем три лямчика. Ну, мне бы хотелось в это верить. И будем делать с вами тронный зал. А от него, естественно, мы уже начнем дальше развиваться. Плясать. Лизгинку, как говорится, в оранжевых ботинках. Ладно. Все, два ляма есть. Два ляма есть, ребята. И еще я сделал даже два каких-то прогресса. Ну что ж, забираем сундуки. Кража золота. Кстати, я могу что-нибудь еще разбить на запчасти. Еще получить сундук. А что можно мне разбить на запчасти, ребята? Давайте-ка посмотрим. Кстати, вот рубанки уже они не котируются. Один разобьем. Так. И что у нас еще здесь? Давайте еще что-нибудь такое вообще слабенькое. Вот. О, на первый уровень, конечно, разбираем его. Здесь что у нас? 300 в час. 300 в час. Ну, я не знаю. 702. И вот этот мы тоже разбираем. Печаточку. Так, что еще тут можно нам разобрать? У нас очень много вот таких вот. 485. А здесь 390. Да, вот это мы разберем. Тут еще у нас. 310 тоже разберем. Все, хорош. Мы получили с вами сундук. Давайте его забираем. Переговор воинам. И стрелкам. Тут мне еще два стрелка бы убить. Было бы великолепно. А воинов надо убить еще, ох, 9 штук. Яблоки, в принципе, это позволяет мне сделать. Сейчас давайте вскроем сундуки. Что тут у нас? Ну, как обычно. Простой. Жаль. Кстати, я фиола редкого даже еще и не видел, если честно. Ох ты, что-то выпало новенькое. Ну, обычное на 53 уровень. Да, как-то... А это у нас что? На 17 уровень 465 колечко. 17 уровень 465. 17 уровень, да? 465. Где у меня кольца? Давайте мы посмотрим сейчас с вами по-быренькому. Ой, не-не-не, это не то. Не то кольцо. Вот это вот. Да, естественно, я его надеваю. Фух. Сколько ты мне даешь, интересно? Почти полторы тысячи манны в час. Ну, для манны это, я считаю, нормально. Так. Ладно. В принципе, наверное, ребята, на этом я буду завершать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующих видосиках. Это буквально будет через денечек. И будем тут всех бомбить. Может быть, все-таки накопим свои три ляма и дерева. И построим себе, как говорится, тронный зал. Ну, все, ребята. Всем пока, удачи и до новых встреч.